Если вы посмотрите, немножко вот так вот окинете взглядом, вы увидите гигантское количество обращений не только на прямую линию, но в ежедневном режиме, где разные жители России просят, чтобы что-нибудь починили или что-нибудь сделали. Причем не обязательно это какая-то глухая деревня. Вот, пожалуйста, в подмосковной электростали 200 домов, морозы остались без тепла и горячей воды. Жители записали обращение к президенту, потому что никто их проблему не решает, как они сами сказали. Давайте посмотрим, что они говорят. Владимир Владимирович, к вам обращаются жители микрорайона Восточный, города Электростан. В настоящий момент сложилась чрезвычайная ситуация в нашем районе. Не работает отопление с самого начала отопительного сезона. Нормально не работает. Продолжается эта история уже третий год. Каждый год мы недополучаем тепло. Однако исправно платят за тепло большинство жителей этого района. Давиться справедливости никаким образом не получается. На все письма в вашу канцелярию, в администрацию области, в администрацию города приходят одинаковые отписки всем жителям, которые написали. У жителей терпение кончается. Жить невозможно. В квартирах температура поднимается не выше 15 градусов. Дети постоянно болеют. В школах холодно. И последняя отписка от генерального директора ВКС, что мы завезли 30 обогревателей в детские учреждения. Это тоже неправильное решение, которое принято, я так понимаю, совместно с администрацией. Так как она является почти половинчатой собственностью этой частной структуры. В этом районе проживает подавляющее большинство работников машиностроительного завода. Это атомная промышленность. Люди на пределе. Работа в таком состоянии, ну если не сказать, что невыносима. Люди не могут отдохнуть перед работой. Хотелось бы особо отметить, что мэр города никаких действенных мер, никаких, повторяю, не предприняло. У нее масса забот, я понимаю. Но почему-то они не касаются забот четверти жителей нашего города. Ну то есть вот совсем рядом с Москвой нет электроснабжения и горячей воды. И никто не бомбил, никто не сбрасывал бомбы на электросталь. Никто не пулял туда ракетами, как это делает Россия, уничтожая Украину каждый день. И пытаясь вывести из строя, собственно, энергетическую инфраструктуру, что является военным преступлением. Ничего этого с электросталью не происходило. Просто там очень плохо все работает. Нет денег, нет возможности, нет ничего. Если вы думаете, что это единичная история, нет. Вот за последнюю неделю буквально появилось сразу множество обращений, где рассказывали жители разных уголков России о том, насколько у них плохо. Вот, например, нет электричества в Тюменской области. Давайте посмотрим обращения на этот счет. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам от всех жителей села Перевалово. У нас село за последние годы очень сильно прибавило. Ежегодно появляются сотни новых домов. Огромная проблема с качеством электроэнергии. Ее не хватает. Постоянные просадки напряжения, скачки напряжения. У людей карает техника. Счета выставляются регулярно, оплачиваются нами вовремя, регулярно. Но толку от этого никакого. Заявления в прокуратуру написаны, вставжающие организации. Это Россети, Газпром, Энергосбыт. Обращения из суды. Никаких мер не принимается. Правительство нам говорит, что все на контроле. Проводятся беседы, но ситуация каждый раз усугубляется. Мы живем в Сибири. 35-40 градусов морозы. Люди сидят без света сутками. Двое суток. Постоянно. То есть стабильная ситуация. Дети маленькие. Кто-то вынужден детей увозить к родственникам, чтобы согреться. Но есть и пенсионеры, есть и инвалиды. Есть люди, которым просто некуда пойти и обогреться. Занемерзают дома. А вот жители Иркутска записали видеообращение к Путину, в котором попросили у него мост. Они утверждают, что из-за его отсутствия скорая помощь и пожарные не могут ехать на вызов по несколько часов. Станция Батарейная – это одна из самых удаленных частей Иркутска. Ранее мост соединял две части станции, отрезанных железной дорогой. Но в 2021 году путепровод разобрали и начали ремонт. Все работы должны были закончить еще 30 июня 2023. Однако подрядчик, строительно-производственная база «Союзстрой» выполнила лишь чуть более 10% работ. Мост до сих пор разобран, а по разные стороны железной дороги – жилые дома, садики, школа. Жители рассказывают, что муниципальный автобус довозят только до стройки, а дальше через ЖД-пути приходится идти пешком. Есть еще одна дорога, но она в очень плохом состоянии. Давайте послушаем, что они говорят. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Староженко Наталья Матвеевна, жительница микрорайона Батарейной. На сегодняшний день мы все вместе собрались, несмотря на нашу такую холодную погоду, для того, чтобы вам сообщить, нашу реальную проблему – это наш мост. На сегодняшний день мы сучались во все власти города Иркутска, но получаем одни отписки. И нам очень бы хотелось, чтобы вы нас услышали и вы нам помогли в нашей проблеме. Мы очень вас просим, чтобы вы могли нам помочь с мостом. Или вот под Махачкалой. Там нет воды, причем исторически. Жители поселка под Махачкалой пожаловались, что годами лишены доступа к нормальной питьевой воде. От безысходности, как они сами говорят, они записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой исправить проблему. Если население Багатайровка, что относится к Кировскому району города Махачкалы, хотели бы обратиться к вам с просьбой помочь в решении вопроса водоснабжения. У нас достаточно большой населенный пункт, тысяча с лишним хозяйств. И с водой у нас большие проблемы, так как мы получаем очень ограниченное количество воды из тех скважин, еще советское купление. Или же техническую воду. Приводные для питья воды у нас нет. Или вот жители северной части Махачкалы перекрыли дорогу из-за продолжительных отключений света. Об этом сообщал, собственно, корреспондент РБК «Кавказ». Горожане жалуются на то, что из-за отсутствия в течение нескольких суток света в их домах также не работают обогревательные приборы. На место к жителям выехали представители мэрии города и ресурсоснабжающих компаний. Видите, оказывается, что проблема не в прилетающих евреях. Проблема в том, что просто не занимаются страной. Еще раз подчеркну, Россия нищая страна, которая стала еще более нищей. Все эти рассказы про какие-то великие цели, про то, что, значит, вот Путин стремится к какому-то чуть ли не мировому господству. Все это происходит на фоне очень бедных людей в очень плохих домах с ужасными условиями. И поэтому вот те, кто мечтают о величии, да обернитесь, посмотрите. Но причем, вы знаете, поразительно, но периодически о величии мечтают и страдают от наличия этого величия одни и те же люди. Один и тот же человек может сидеть в абсолютном говне, с туалетом на улице, без электричества, без отопления, попивая водку и рассказывать, как круто Владимир Путин, я не знаю, уделал Джозефа Байдена. Это вообще трагическая история абсолютно, потому что на самом деле частично власть все это знает и понимает и могла бы устранить. Потому что Владимир Путин получил триллионы нефтедолларов за время своего правления. Но вместо того, чтобы потратить это на страну, вместо того, чтобы потратить это на людей, вместо того, чтобы действительно, как он не раз выражался, поднять, блин, Россию с колен. Эти деньги были потрачены на дворцы, на свое окружение. И потрачено это было все не случайно. На самом деле это отчасти тактика, потому что нищими людьми, у которых ничего нет и у которых предел мечтаний, это чтобы обогреватель зимой заработал, ими легче управлять. Их можно посылать в мясные штурмы, их можно набирать, можно наплевать на их матерей, можно рассказывать, что жены подводников 10-долларовые шлюхи. А также давать региональным властям задания, чтобы те жены мобилизованных просто подкупали, не говоря уже о том, что объявляете там выплату гробовых в виде там Лады Гранты, ну точнее денег, которые достаточно на Ладу Гранту, за погибшего сына. Все это происходит здесь и сейчас, в декабре 2023 года. Вот эти яйца, которые стали фактически мемом, на самом деле оголяют очень простую историю, что ничего лучше при Владимире Путине не становится. Что объективно жизнь людей в России с вторжением в Украину очередным стала лишь хуже. И хуже будет становиться с каждым днем. На следующий год заложено очень много расходов в бюджет, но удивительно, что там заложено какое-то невероятное количество доходов, которые вообще непонятно откуда будут браться. В бюджете обосновывается, что скорее всего повысятся цены на нефть и будет, ну Россия избегать нефтяного потолка. Это сценарий, который для России был бы желателен, но сбудется ли он, вообще нет никакой уверенности в этом ни у кого, даже у таких скептиков по отношению к санкциям, как я. Уже сейчас Европа начинает более-менее одуплять, что происходит, и начинает серьезнее прилагать усилия для того, чтобы Россия не могла обходить санкции, которые против нее введены. А для чего санкции эти нужны? Они же тоже не в вакууме. Санкции введены, потому что Россия каждый день убивает украинцев, уничтожает города. Деньги российского бюджета – это деньги российской армии. Каждое новое, какое-нибудь попавшее в бюджет, я не знаю, ассигнование, каждое новое тысяча рублей, сто тысяч рублей, миллиард рублей – это новые бомбы, новые ракеты, новые автоматы, новые пули, которые будут убивать украинских граждан. Владимир Путин активно пытается сделать вид, что у него все хорошо, что у него все под контролем и на войне, и, собственно, в экономике, и в политике его, и союзники от него не отворачиваются, типа Армении. Нет-нет, вам всем показалось. И цены не растут, и реальные доходы растут, и инфляция под контролем, и курс рубля. Мы, конечно, возможно, не знаю, если сил у меня хватит, завтра с вами поговорим отдельно про его так называемую прямую линию, где вообще стало понятно, что его реальность и реальность реальная вообще не соотносятся друг с другом. Впервые я вообще увидел, чтобы действительно Владимир Путин не мог ответить на вопросы. Точнее, чтобы он отвечал на вопросы в моменте не запутывания, а прямым враньем в глаза человеку, который точно знает, что это враньё. Продолжение следует...